Поскольку земля оттаяла, то Россия вполне готова к третьей волне коронавируса, безусловно. Есть последние интересные данные о том, как индусы в Индии, умирающие просто на каждом шагу, дерутся за кислород. И есть понимание того, откуда там эти сумасшедшие цифры. Они совсем недавно на радостях провели большой религиозный праздник, который называется у них, кажется, Кхумба, или Кумбха. Это праздник, который в разных местах страны мобилизовал почти 150 миллионов человек, паломников. И именно в тех штатах, где больше всего индусских церквушек, там, соответственно, больше всего смертность. Она действительно сумасшедшая, при этом половина еще не учтена. И там сейчас уже отменяется тактика последней парковки, потому что на парковочных площадях, где сжигаются покойники, мест уже нет. Поэтому очередную отковиженную бабушку просто грузят на багажник машины, везут в свое местное садоводство и там жгут на садовом участке, на своих шестисотках. И в России, надо сказать, что тоже, конечно, он ожидается, этот новый сладко пахнущий сандалом и слонами индийский штамм. Он такой, идет волна индийская, смертельная война, и ей совершенно пофиг вакцины. Ожидания ее не напрасны, потому что первая ласточка прилетела, 42 студента уже приземлилась из Индии во Пскове. Ну и я думаю, что те самолеты МЧС, которые создают показуху помощи, курсируя туда-сюда, сюда-сюда, туда, на них, в общем, тоже можно надеяться, что они что-нибудь принесут на хвосте. Привезут. Конечно. Но вот вообще, если ситуация повторится в России, а это вполне возможно, потому что в тот кошмар, который был там прошлым мартом, тоже никто не верил, если бы о нем заговорили заранее. Вот если она повторится в России, насколько кремационные потребности будут совместимы с этими новыми правилами разведения костров на садовых участках и в садоводческих товариществах. Оль, ты зря. Вот сейчас это можно делать. У нас с этим строго. Что зря? Я представляю себе. Да, только в железных бочках. И в этом случае непонятно, как это надо будет осуществлять. То ли вниз ногами, то ли вверх ногами. Потому что если делать вниз ногами, то будет, если жечь головой вверх, то голова будет торчать и отвлекать от прополки соседей по садоводству. А если это делать вверх ногами, то, в общем, будем откровенны, не все в стране еще могут позволить себе качественный педикюр. И это тоже может выглядеть, я бы сказал, зловеще. Но вот сейчас мне понравилось, что открыли стадионы, усадили граждан как можно теснее друг к другу, предоставив возможность обмениваться вирусами. И вообще это правильно, потому что перед дачным сезоном пробки надо как-то уменьшать. И это тоже неплохой способ.